Казахстан занял 24 место из 193 в мировом рейтинге ООН по развитию электронного правительства. По словам экспертов, наша республика с каждым годом укрепляет свои позиции на мировой арене в сфере цифровизации. Внедряются инновационные технологии, ежегодно выпускаются более 40 тысяч специалистов в сфере IT. Какие инновационные проекты и программы разработали наши айтишники, расскажет моя коллега Амина Усенова. Благодаря инновационным технологиям казахстанцы имеют возможность через электронное правительство, не выходя из дома, получать более 420 видов различных услуг. Платежи, регистрация, получение электронных данных и не только. Кроме того, помимо основного портала для удобства граждан разработаны мобильные приложения и различные чат-боты. На сегодня портал оказал гражданам свыше 450 миллионов услуг, а через приложение — 66 миллионов. Казахстан создал всестороннюю и инновационную инфраструктуру для поддержки стартапов. Один из таких молодых изобретателей — алматинец Амир Жанганашев. Парень начал увлекаться программированием с 13 лет. А в 18 уже разработал крупное IT-приложение для строительной компании, которое стало лидером на конкурсе инновационных проектов. Основная идея — использование возможности дрона для контроля качества строительства крупных объектов. Цель проекта заключалась в том, чтобы на строительном объекте выявить какие-либо нарушения, которые проводятся со стороны подрядчиков. То есть посмотреть, как происходят работы, какие есть ошибки во время строительства. И вот, получается, с помощью дронов можно было контролировать качество и выявить, скажем, проблемы на ранней стадии. Также там есть такая функция, как 360 градусов. То есть дрон облетает и делает с ними на весь объект в режиме 360 градусов. В ближайшее время молодой программист планирует усовершенствовать свои идеи, подписать контракт с крупными казахстанскими строительными компаниями и медучреждениями. К слову, в сфере здравоохранения также внедряются новые инновационные технологии. Одна из них — приложение, позволяющее выявлять зоны поражения мозга при инсульте. По словам специалистов, программа с помощью искусственного интеллекта анализирует снимки в реальном времени и определяет поражённую область. Так, за последние четыре года количество пациентов с инсультом снизилось на 40%, отмечают эксперты. Наша миссия заключается в том, чтобы предоставить врачам необходимый инструмент для более быстрого выявления инсульта мозга. И чтобы как можно больше людей получили необходимую медицинскую помощь. Врач, нейрохирург или невролог, либо радиолог может зайти в мобильный телефон, зайти в наше приложение и, находясь за тысячу километров от пациента, он может в реальном времени увидеть его снимок, КТ, и назначить какую-то свою консультацию. Технологии искусственного интеллекта применяются в различных областях. Строительство, медицина, госуслуги и не только. На сегодня в Казахстане создан крупнейший технопарк Центральной Азии «Астана Хаб». По всей республике работают более 200 тысяч IT-специалистов. За последние пять лет привлечено более 550 миллионов долларов инвестиций. А в мировом рейтинге ООН по развитию электронного правительства страна поднялась на 24-ю строчку.